Ас-саламу алейкум. Кто выше по положению имамы из Ахляль-Аль-Бейт, либо пророки Улюль-Азм? Отвечая на этот вопрос, необходимо прояснить некоторые моменты. Во-первых, начнем с того, кто является пророком Улюль-Азм, то есть величайшими из пророков. Это его светлость Нух алейкум, его светлость Ибрагим алейкум, Муса алейкум, Иса алейкум, и его светлость посланник Аллаха Мухаммад салаллаху алейкум и алейкум. То есть эти пять пророков являются величайшими из пророков, которых мы называем Улюль-Азм. Это во-первых. И второй момент, который также нам необходимо прояснить, это вопрос о том, кто выше. Выше имам, то есть чье положение выше, положение имама или же положение пророка и посланника. Как говорится в священном Коране и указывается в некоторых аятах священного Корана, положение имама является более высшим, более высоким положением, нежели положение пророка или же положение посланника. И об этом ясно и недвусмысленно говорится в 124 аяте второй суры, где Всевышний говорит, Что когда пророк Ибрахим был испытан своим Господом, когда Всевышний испытал Ибрахима алейкум и тот успешно прошел это испытание, то тогда Всевышний, обращаясь к Ибрахиму, сказал, Теперь я назначаю тебя имамом для людей. И необходимо обратить внимание на то, что это испытание было тогда, когда Ибрахим уже был пророком и посланником. То есть, будучи пророком и посланником, Ибрахим подвергся Всевышним испытаниям. И только пройдя эти испытания, Всевышний даровал ему еще более высшее положение, а именно положение имама. Таким образом, этот аят и некоторые другие аяты Священного Корана указывают, ясно и недвусмысленно указывают на то, что положение имама выше положение пророка и посланника. Ибо, например, в данном случае Ибрахим был подвергнут, чтобы достигнуть этой степени, степени имамата, был подвергнут испытаниями, только пройдя эти испытания, будучи пророком и посланником, он был возвышен Всевышним и был назначен имамом людей. Но среди пророков Уль-Уль-Азм есть как пророки, посланники и имамы. Поэтому таким образом мы определить, кто выше положением пророка Уль-Уль-Азм или имама из Ахля-ль-Бейт, мы не сможем, потому что, например, Ибрахим, а.с., так же, как и имама из Ахля-ль-Бейт, является так же имамом. Помимо того, что он является пророком и посланником, он так же является имамом. Или же его святлость посланник Аллаха, который, согласно единогласному мнению всех мусульман, как суннитов, так и шиитов, посланник Аллаха, пророк, считается наилучшим из творений Всевышнего. И поэтому, естественно, что его святлость посланник Аллаха, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям, выше по своей степени, чем имамы из Ахля-ль-Бейт. Он является основой этих имамов. Поэтому здесь вопросов у нас не возникает, здесь никаких разногласий нет. Вопросы возникают относительно остальных пророков. То есть пророка Нуха, пророка Ибрахима, пророка Мусы и пророка Исы. Каково положение в данном случае? Эти пророки выше имамов Ахля-ль-Бейт? Или же нет, имамы Ахля-ль-Бейт выше этих пророков? И согласно нашим убеждениям, то есть убеждениям шиитов, имамитов, положение имамов Ахля-ль-Бейт выше положения этих четырех пророков, а именно Нуха, Ибрахима, Исы и Мусы, алейхи ва салям. И об этом наши ученые неоднократно писали, как ранние ученые, так и поздние ученые. Я приведу буквально несколько цитат. Например, в Аль-Эй-Тигадате шейх Саддук, касаясь данного вопроса, пишет следующее. Что необходимо, шейх Саддук говорит, нам необходимо верить и быть убежденными в том, что Всевышний не создавал никого более достойного и возвышенного, чем Мухаммад и имамы из Ахля-ль-Бейт, и имамы, алейхи ва салям. Это что касается шейх Саддук. И также в своей книге «Аваэль-Уль-Макалат» шейх Муфит пишет следующее. Что группа имамитов верит в то, что имамы из Ахля-ль-Бейт превыше, превыше, чем все предыдущие пророки и посланники, кроме его светлости Мухаммада, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям. И шейх Муфит говорит, что по этому поводу до нас дошли определенные тексты, священные тексты, которые подтверждают этот вопрос. И шейх Муфит говорит, что и в аятах Священного Корана, среди аятов Священного Корана, также имеются аяты, которые подкрепляют и укрепляют эту точку зрения, а именно точку зрения о том, что имамы из Ахля-ль-Бейт выше и превыше всех предыдущих пророков и посланников, кроме его светлости Мухаммада, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям. И он говорит, что да, это что касается шейха Муфита, и также Бихар Лянваре, Мазлиси, Аллах Мазлиси пишет, То есть он говорит, что знает то, о чем сказал шейх Саддук, то, что мы прочитали из слов шейха Саддука, о том, что имамы и его светлость, посланник Аллаху, салаллаху алейхи ва салям, превыше всех остальных творений, без исключения, И то, что наши имамы превыше остальных пророков, Мазлиси говорит, что в этом вопросе не усомнится ни один человек, кто исследует предания, кто исследует предания непорочных, тот не усомнится в этом вопросе, то есть превосходстве наших имамов над всеми остальными пророками и посланниками. Аля Ахбару фидалик экстар мин антухса. Аллах Мазлиси говорит, что преданий по этому поводу слишком много, чтобы их сосчитать. Таким образом, как мы видим, наши ученые и наше учение, шейхское учение, убеждено в том, что имамы превыше всех остальных пророков и посланников, и что наряду с его святлостью посланником Аллаха, Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, наши имамы являются наилучшими из творений Всевышнего. Что касается по поводу преданий, как, в принципе, уже было зачитано из слов наших ученых, преданий и аятов Священного Корана слишком много, то есть очень много имеется священных текстов, как из аятов Священного Корана, так и из преданий, которые свидетельствуют о превосходстве имамов над всеми остальными пророками и посланниками, помимо его святлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Поэтому, конечно же, все эти доводы, все эти аят Священного Корана, все эти предания, нам не удастся перечислить, но я приведу несколько примеров, которые свидетельствуют о том, что имамы превыше. Итак, например, одним из таких аятов является 61-й аят 3-й суры, где Всевышний говорит, обращаясь к его святлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи ва салям. Это аят Мубахила, известный аят, где Всевышний приказывает своему посланнику, чтобы он, обращаясь к христианским священникам, к христианам, сказал им, давайте призовем наших детей и ваших детей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, чтобы призвать проклятие на тех, кто лжет. Это известный аят. И обратите внимание, вследствие этого аята, его святлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва алейхи ва алейхи ва салям, позвал с собой следующих людей, Его святой Алибин Аббитали, и Хасана Хусейна, и Фатиму. То есть, согласно этому аяту, где сказано «наших детей», понятно, что Хасан и Хусейн являются потомками его святой посланника Аллаха. Фатима является из числа женщин посланника Аллаха. А кто такой Алибин Аббиталиб? Алибин Аббиталиб входит здесь только в категорию нас самих. То есть, Анфусана. То есть, Алибин Аббиталиб является самим посланником Аллаха. Он является самим Мухаммадом, саллиллаху, алейху, саллиллаху. То есть, является его душой, его нафсом. А это свидетельствует о том, что... Свидетельствует о том, что его светлость, то есть, с учетом того, что его светлость, Мухаммад, саллиллаху, алейху, саллиллаху, является наилучшим из творений, то и тот, кто является его душой, его нафсом, что является им самим, то и этот человек, коим является Алибин Аббиталиб, алейху, саллилзим, также является наилучшим из творений, превосходит все остальные творения, точно так же, как их превосходит его светлость, посланник Аллаха, саллиллаху, алейху, саллилллаху, саллиллаху. Некоторые люди говорят, что здесь имеется в виду сам посланник Аллаха. то есть некоторые говорят что когда говорится давайте позовем нас самих не имеется ввиду давайте позовем алибин обитали более салатуса а имеется ввиду давайте позовем самих себя то есть обращаясь к пророку всевышний говорит призови самого себя но это неправильное толкование данного аята почему потому что самого себя куда-то призвать нельзя то есть надо у которой здесь слово которая на дух призовем позовем который здесь использована она не используется в отношении самого себя то есть это вот doua она используется в отношении других когда ты кого-то зовешь и поэтому вот эта вот anfus она нас самих это кто-то помимо самого посланика лала сал的话 вали вали fasara Кто-то помимо пророка и из числа этих людей, которых призвал его святость посланник Аллаха, им может быть только его святость Алибнабиталиба. Таким образом, этот аят свидетельствует о том, что Алибнабиталиба, будучи душой и самим посланником Аллаха, который является наилучшим из творений, превосходит все остальные творения. Все остальные творения Всевышнего. Это один из аятов. Опять-таки, имеется множество других аятов, в силу того, что некоторые из этих аятов нуждаются в толковании, развернутом толковании, нуждаются в том, чтобы мы переводили для понимания этих аятов, приводили из разных источников предания, то, естественно, все эти аяты мы разбирать не будем. Я стараюсь именно приводить в пример те аяты, которые не требуют очень развернутого разъяснения и объяснения. И также еще одним аятом, который может об этом свидетельствовать, это 49 аят 29 суры, 49 аят 29 суры, где Всевышний, говоря о священном Коране, говорит Что священный Коран – это ясное знамение в грудях тех, кому даровано знание. И как мы знаем, этими людьми, кому даровано знание, и которые обладают знанием священного Корана, в котором есть разъяснение всякой вещи, Обратите внимание. Сказано в священном Коране, что Коран является разъяснением всякой вещи. То есть, в священном Коране содержится знание обо всем. Все знания содержатся в священном Коране. Да, кто-то может понимать эти вещи, кто-то может извлекать эти знания из священного Корана, а кто-то не может. Сам посланник Аллаха мог это извлекать, он понимал Священный Коран от начала и до конца и является примером того, кому даровано знания и о которых Всевышний говорит в данном аяте Священного Корана. Но помимо его святлости посланник Аллаха, как мы знаем из преданий, из огромного количества преданий, этими людьми, кому даровано знание, являются именно ахляль-бейт, имамы из ахляль-бейт. В частности, у его святлости, имам Садига, однажды спросили, кем являются эти люди, о которых говорится в этом аяте Священного Корана, которые обладают знаниями, которым даровано знание. Имам Садига, в некоторых преданиях говорит, что это мы, что это мы, имам из ахляль-бейт. Но в некоторых преданиях имам Садига, согласно некоторым преданиям, приводят доводы и доказательства. Он апеллирует аргументами его святлости, имам Садига, однажды спросили, он говорит, что это те люди, которые относительно Священного Корана ни на один вопрос не отвечают, не знаю. То есть нету в Священном Коране ни одного вопроса, который ты им задашь, а они скажут, я не знаю. И такими людьми за всю историю человечества были только посланник Аллаха и имамы из ахляль-бейт. Все остальные люди, так или иначе, какими бы они ни были, какими знающими, великими и выдающимися они ни были, самые выдающиеся толкователи Священного Корана признавали свою беспомощность в тех или иных случаях, в отношении тех или иных аятов Священного Корана. Единственными людьми, которые никогда не отвечали, не знаю, были именно имамы из ахляль-бейт. И теперь можете спросить, каким же образом этот аят Священного Корана свидетельствует о превосходстве имамов из ахляль-бейт над всеми остальными пророками и над всеми остальными посланниками, кроме Мухаммада, салаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Ислам – это священная религия, Коран – это священная книга. И тот, кто обладает этой священной религией, в совершенстве владеет этой священной религией, и в совершенстве владеет священной книгой, коим является Коран, вне всякого сомнения превосходит тех людей, тех пророков и тех посланников, которые не обладали знаниями священной книги, подобной священной книги, то есть совершенной книги. А совершенно очевидно, что предыдущие пророки и посланники, их религия была несовершенная, те книги, которые они принесли, она была несовершенная. Совершенной книги являются именно священный Коран. И естественно, таким образом доказывается, очень просто и понятно доказывается, превосходство имамов Ахлальбейд над остальными пророками и посланниками. И поэтому знание имамов Ахлальбейд, их религия, именно ислам, она совершенна. То есть имамы Ахлальбейд, они являются совершенными последователями совершенной религии. А все предыдущие пророки и посланники, они не являются совершенными, они не являются последователями совершенной религии. Да, они совершенные последователи своей несовершенной религии. Своей религии, которая отличается от ислама, где ислам является более совершенной религией. Как говорит Всевышний в священном Коране, Аль-Явме акмалту лакум динакум, ва атмамту алейкум ни'мати, ва радейту лакуму лисляма дина. Что сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию, довел до конца свою милость над вами, и теперь доволен исламом как религией. То есть именно ислам является совершенной религией. Все остальные религии нуждались в том, чтобы их усовершенствовать. Поэтому эти пророки, они следовали своим религиям. Как, например, сказано в данном же предании, они следовали, наилучшим образом следовали своим учениям, своим религиям. Но само учение было недостаточное, само учение было несовершенное. Религия стала совершенной именно когда пришел ислам, когда пришел, был неспослан священный Коран. И поэтому какие могут быть сомнения относительно того, что наилучшие и совершенные последователи совершенной религии являются превыше, превосходят совершенных последователей несовершенной религии. В данном вопросе никаких вопросов просто-напросто быть не может. И, конечно же, крайне нелогично утверждать о том, что пророки и посланники, которые были до ислама, они превосходят имамов из Ахля-ль-Бейт. По этому поводу, конечно, имеются и другие предания, которые также это доказывают. В частности, одним из ярчайших и яснейших доводов и доказательств, которые подтверждают превосходство имамов Ахля-ль-Бейт над пророками и посланниками, являются хадисы относительно того, что когда придет имам Махди, который является последним имамом из Ахля-ль-Бейт, то Иса, который также будет на земле, будет следовать имаму Махди. И это, конечно же, является доводом и доказательством того, что имам Махди превыше Исы, превосходит Ису, алей-салама. В противном случае имам Махди должен был бы следовать за Ису, алей-саламом. Это предание под номером 3449, в русском издании это предание под номером 1374, в Сахе-ль-Бухаре это предание приводится, и у нас тоже, в наших книгах это предание имеется, где говорится, что его святый спасательник Аллаха, салаллаху алей-салам, изволил сказать «Кейфа антум, идя назаля ибну Мариема фикум, ва имаму кум минкум, таба аху у кейль». Ипасательник Аллаха, салаллаху алей-салам, говорит, каково то, что когда Ис, алей-салам, спустится на землю, и будет среди вас имамом людей, имамом человечества на тот момент, будет некий человек из вашей среды, то есть имамом Иса, алей-салам, будет тот, кто будет из вашей среды, из вашего числа. Это предание приводится от Сахи-ль-Бухари, в русской версии под номером 1374. Таким образом, конечно, опять-таки, этот вопрос нуждается в более развернутом ответе для большего исследования, для более подробного исследования. Очень много преданий, очень много аятов Священного Корана, доказывающих превосходство ахля-ль-бейт над пророками и посланниками, но это вот относительно короткий ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова